Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Приготовьтесь. Приготовьтесь пережить удивительную славу Божию. Вы, да. Я имею в виду именно вас. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Здравствуйте. Кит рос в нехристианском доме. У него не было никаких связей и никакого интереса в Иисусе. Но когда он женился, оказалось, что его жена была ужасно больна. Он ехал однажды на машине, думая, что он сам. Но это было не так. Кит, я попрошу вас рассказать, что же случилось в том месте. Я начал молиться, потому что жена сообщила мне неприятные новости. У нее была неизлечимая болезнь. От этой болезни не было лечения. В то время жена и мои мальчики были самой важной вещью для меня. Так почему же ты решил помолиться? Это может показаться странным, но я не знаю, почему. Я знал, что должен помолиться. Это была простая молитва. Исцели мою жену. Очень просто. Да, но далее случилось нечто удивительное. Я услышал «хорошо, я исцелю ее». Ты испугался, да? Да, я ударил по тормозам и остановился на обочине. Выпрыгнул из своего пикапа и начал оглядываться по сторонам. Я решил, что кто-то забрался в багажник. Но там не было никого. Тогда я, трясясь, сел назад за руль и услышал «ну где все остальное время в твоей жизни?». И в тот момент я увидел свою жизнь. Она была наполнена страданиями и горечью. Я начал плакать. А до этого я не плакал уже много лет. Я проплакал всю дорогу домой. А когда я вернулся домой, то позвонил жене. Она была у доктора и готовилась к лечению. Я попросил позвать ее к телефону, а затем сказал «милая, что происходит». Она ответила «ты не поверишь». Они сказали, что это была ошибка. Со мной все в порядке. И тогда я положил трубку, упал на колени и сказал «хорошо, Иисус». Я не знаю, как это делается, но если ты реален, то вот он я. Так я родился свыше. После этого у тебя появилось нечто еще. Когда я открывал Писание, да, я читал там о Духе Святом. Ты не поверишь. Когда ты попросил Бога наполнить тебя Духом Святым, ты что-то пережил. Это было удивительно. Я не повышал голосом. Я три недели после этого говорил шепотом, потому что это была невероятная встреча. Я не хотел потерять то, что получил тогда. Итак, в 94-м ты занимался своими делами, смотрел телевизор, и тогда ты увидел то, что привлекло твое внимание. Что это? В то время, когда я принял Духа Святого, я начал видеть видения, и в них я постоянно видел, как я молюсь за больных. Я никак не был связан с этим. Я просто видел себя молящимся за больных. Это было в ранние дни, когда я только родился свыше. Прошли годы, я перестал видеть это. И вот как-то я включил телевизор и увидел там маленького мальчика. Я никогда не забуду этого. Этот мальчик сказал «в школе надо мной насмехались, потому что я не мог бегать». Но посмотрите, Бог исцелил меня. Он встал и побежал. Его мать плакала, его отец плакал, служители все плакали, и я тоже плакал. И тогда я сказал «вот чего я хочу». Господи, хочу этого. И вскоре после этого ты оказался в церкви и пережил встречу с Богом. Ведь так все было. Это было удивительно. Я сказал «Господи, я пришел, чтобы принять Твою силу. Я хочу помазания». Мне надоело видеть людей, которые уходят из церкви такими же, как пришли. Мы видим, как люди приходят к Богу, а затем уходят без перемен. Что-то должно измениться. Ты обещал нам силу в деяниях первой главе. Я хочу эту силу, Господи. Внезапно я ощутил, как кто-то прикоснулся к моей шее. Я сказал «что» и повернулся. Но я был на последнем ряду, и там не было никого. Я сразу же закрыл глаза и сразу ощутил, словно меня катили водой. Я понял, что Господь дал мне помазание Святого Духа. И после этого наделения все изменилось кардинальным образом. Теперь расскажи нам об этом. «Ты ездил в Альбукерке, что в Нью-Мехико, в район военной зоны». Да, меня пригласили в небольшую церковь, которая находится в военной зоне. Пастор там носил с собой пистолет, потому что нескольких человек убили на его парковке. Я поехал туда и начал проповедовать и служить. Господь исцелил там одного человека. Это было удивительно, потому что этот человек пережил лобовое столкновение. Половина его лица была уничтожена. Она была просто стерта. Он упал на пол. А когда он поднялся, то его лицо изменилось, и он полностью исцелился. Я хочу сказать, его лицо восстановилось. Это было необыкновенно. В этой части страны живет много представителей движения «Нью-Эйдж». Они приходили на твои собрания. Как это влияло на них? Да, приходили, они слышали о чудесах и знаках. Их привлекли слухи о том, что люди получают исцеление. Потом ко мне пришел один из их главных учителей. Когда я помолился за нее, она упала на пол и полностью освободилась. Я помог ей подняться и привел ее к Иисусу. Она родилась свыше. А другие изменились? Да. Каждый день наши собрания становились все больше и больше. Я не понимал, откуда приходят все эти люди. Оказывается, она вернулась назад и начала приглашать своих учеников. На самом деле, даже после того, как пробуждение остановилось, она на протяжении пяти лет учила людей Библии среди последователей Нью-Эйджа и приводила людей к Иисусу. Даже 30 лет спустя я не могу поверить в благость Божию. Это не сравнится ни с чем иным. Он сделал удивительные вещи в моей жизни. Даже когда я получил помазание, то понял, что вопрос был не во мне, а в нем. Как говорит Библия, он нелицеприятен. Он может сделать то же самое для кого угодно, уж поверьте мне. Кит получил откровение от Бога с помощью трех сверхъестественных встреч. Но это все давалось не просто так, не просто для него одного. Бог повелел ему высвободить это помазание и на вас сегодня. Не уходите. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Кит обладает невероятно сильным помазанием. Однажды Бог проговорил к тебе. Ты услышал его голос физически или в духе. И что он сказал? Это было интересно. Господь начал пробуждать во мне серьезный голод перед тем, как я захотел помазания и увидел того мальчика. Это был крик отчаяния. Я хотел увидеть перемены в людях, как говорит Писание. И то же самое касается и тех, кто смотрит нас сейчас. Бог нелицеприятен. Возможно, вы тоже хотите видеть чудеса и знаки. Вы можете получить это помазание прямо сейчас. Как и я, вы можете обратиться к нему с того места, где вы находитесь. И он ответит вам. Я хочу, чтобы ты повел нас в молитве. Отче, я молюсь сейчас за этих людей. Отче, я благодарю тебя за то, что между ними мной и тобой нет никаких преград. Я благодарю тебя за свежее масло, за помазание, которое изливается с головы до пят. Оно принесет честь и славу Иисусу. Он не изменен сегодня, завтра и послезавтра. Он продолжает творить чудеса, продолжает освобождать людей, продолжает исцелять. И я благодарю тебя сейчас за то помазание, которое изливается сейчас на тех, кто смотрит нас. Вся слава Богу. Просто примите это в вере во имя Иисуса Христа. Да. Да и аминь. Дело в том, что Кит пережил не одно посещение от Бога, и даже не два посещения. Он пережил целых три мощных, могущественных посещения от Бога. Расскажи нам о первом. Все началось с того, что Господь задал мне вопрос. Я был голоден, и это был другой голод. Он был сверхъестественным голодом, который Господь вложил в меня. Он сказал, «Хочешь ли ты знать Духа Святого так, как знаю Его я?» Конечно же, в ответ я сказал, «А как ты знаешь Его?» Я обратился к Писанию, начал изучать Его. Я был на служении пробуждения. И во время поклонения я пережил эту встречу. И в видении я увидел огромного ангела. Я не привык к таким видениям. Я не понимал, что происходит. И тут он сказал мне, «Открой свой рот». И тогда он бросил свиток в меня, и я съел этот свиток. Я сел, и тогда моя жена спросила, «Что с тобой такое?» Я съел свиток. Это была моя первая встреча с ангелами. Тогда я обратился к Писанию и попытался понять, что это было. Следующая встреча произошла так. Я встал рано утром и ощутил желание пойти в офис. Я вошел через входную дверь в фойе нашего офиса, в котором был длинный коридор. И тут я ощутил осязаемое, огненное присутствие Господа. И тогда я снял свою обувь. Я прошел по коридору немного далее. Кстати, пока ты рассказываешь, я ощущаю все это. Такое ощущение, словно я переживаю все это. Это телесное переживание. Продолжай. Да, и когда я шел, то в конце коридора увидел большого ангела. Это не было видение. Он просто стоял там. Вы можете подумать, что я был спокоен, но нет. Я буквально трясся. Меня трясло. Тогда я нырнул в свой офис. Просто... Но я должен спросить тебя, как он выглядел? Он выглядел как обычный человек, или ты мог видеть сквозь него? Нет, я не видел его насквозь. Он был похож на человека, но был очень большим. Он был высотой за два метра и обладал мощным телом, очень могущественным. Такого можно испугаться. Да, он излучал силу. Вопрос был не просто в его размере. Он стоял со скрещенными руками и смотрел на меня оценивающе. Я был напуган. Я не закричал, ух ты, ангел, смотрите. Нет. Я нырнул в свой офис и сразу же получил несколько видений от Духа Святого о Совете Божьем. Прости, а что такое Совет Божий? Я молился и говорил, Господи, когда я буду ездить по городам и селам, то не хочу просто проповедовать послание. Я хочу развивать царство в той местности и среди тех людей. Мне нужен твой совет. Я просил Бога об этом. И когда я оказался в своем офисе, то увидел экраны на небесах. И тогда он сказал, теперь с тобой будет мой совет. Вот что он сказал мне. Я ощутил, что Дух Святой отошел от меня и сказал, а что это за человек в коридоре? Он сказал, тебе стоит встретиться с ним. У него на плечах и ногах написаны имена. Уверен, все небеса смеялись, когда я шел к нему. Я выглянул из-за угла, чтобы убедиться в том, что он еще там. Я выглянул и увидел этого ангела. И у него было написано статус, сила, власть, царство. И когда я увидел имена, он исчез. Но я знал, что Господь хотел, чтобы я разобрался в этих понятиях. Господь показал мне, что ждет нас впереди. Я не мог бы сделать этого своими силами. Так я начал изучать Писание. Тогда сила Божия начала действовать в моей жизни. И я научился жить по этой силе, а также возрастать в силе Христа во мне. После этого у меня были запланированы встречи по поводу семидневного пробуждения. Я пошел на ту встречу и сказал, «Хорошо, я попрошу совета Божьего». Это было месяц спустя. Я лег на пол и сразу же оказался в тронном зале. Господь сиял белым и синим. Мои волосы встали дыбом. Все фибры моего естества практически расплавились. Во-первых, я не мог поверить, что все это происходило со мной. Я увидел руку Божию. В его правой руке был конверт. Он дал этот конверт ангелу, которого я видел ранее. А тот передал его мне. Меня всего трясло. Я уронил этот конверт. Тогда ангел поднял его и снова дал его мне. Когда я открыл конверт, то не увидел в нем листка или какого-либо письма. Он был живым. И в нем было только два местописания. Первое — это Откровение, 4 глава, 5 стих, и еще Исайя, 11 глава, 2 стих, в которых говорится что? «И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих». Это Откровение. А у Исайи сказано, «И почет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Вот какие стихи я там увидел. И что это значило для тебя лично? Сначала я не имел ни малейшего представления, но я знал, что следующие семь дней собраний были одними из лучших моей жизни. Я называл имена людей со сцены. У людей исчезали титановые штифты в спинах. Происходили исцеления. И это было удивительно. Все это было после Откровения. Я начал изучать эти места Писания, потому что не знал, что они означают. Я начал размышлять над нашей личностью. Писание говорит, что мы цари, и мы должны окунаться в Писание. Я сразу начал изучать эти стихи, и они стали началом моего исследования семи потоков Духа Святого. Я молился и просил Бога, чтобы знать Духа Святого так, как его знал Иисус. И Иисус обладает семью Духами Божьими. Если кто-то наполнен Духом, то почему им необходимо понять семь потоков Духа Святого? Чудесный вопрос. Это актуально для всех верующих. Динамика реки отличается от даров. Мы благодарны за дары, за силу Духа Святого и за плоды Духа Святого. Но реки, как Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, что у верующих из чрева потекут реки Духа Святого. Реки — это то, о чем Павел молился в апостольских молитвах в послании к Ефесиным первой главе, чтобы дал вам духа премудрости и откровения. То есть, каждый из них как река. Так получается. Дары даются одноразово. Они действуют только в тот момент, а река постоянно, стабильно и постоянно растет. Она нужна верующим в жизнь. Но не только им, потому что через их жизнь она приносит славу Господу. Он хочет видеть, как все эти вещи будут течь в жизни каждого верующего. Он желает видеть, как эти реки будут течь. Готовы ли вы к величайшему откровению Кита, величайшему из всех. Великая слава Божия. Он покажет вам ее и передаст ее вам. Мы скоро к вам вернемся. Это сверхъестественно. Должен сказать, Кит, я в восторге от того откровения, которое ты получил о великой славе Божией. Расскажи нам, как это случилось. Я был в церкви на горе, проповедовал, когда Господь сказал мне, чтобы я переночевал в том городе. Это было на Рошашану. И в 4 утра, когда я открыл двери, я услышал явный голос Господа, который сказал «Добро пожаловать в великую славу». И сразу же пространство раскрылось, и я увидел величие Божие, Его красоту. Я был в таком восторге, что не мог ничего сказать. В следующие 90 минут я наблюдал одну сцену за другой. Тут я смотрел, как Он посылает ангелов. Я увидел мириады ангелов, тысячи ангелов, которые спускались вниз. А здесь я видел катящуюся славу. Это не было облако. Это был красно-оранжевый шар, который катился. Я не могу описать словами то, что увидел. После этого я увидел 4 вспышки. Они пролетели мимо. И Зекииль говорит, что это херувимы, которые сверкают, как молнии. Я продолжал наблюдать за всем этим. А потом я услышал о творческом потенциале Бога, о новых посланиях и инновациях, о прорывах. И это крайне важно. В Евангелии от Марка, 6 главе 2 стихе, сказано, что Он двигался с невероятной мудростью и удивительными делами. Господь сказал мне, я ищу людей, которым смогу передать силу своей мудрости, чтобы они творили эти великие дела. Я верю, что даже сейчас люди, которые смотрят нас дома, благодаря крови Иисуса, которая открыла это всем верующим. Во втором послании Петра сказано, что когда они услышали голос на горе, то это был голос великой славы. Иисус сказал, что Он сядет одесную величие. В 144-м псалме, 5-м стихе, сказано, «А я буду размышлять о высокой славе, величии твоего и о дивных делах твоих». И эта фраза означает сфокусировать свой разум, свое сердце, размышлять, изучать все о великой славе. Все потому, что Он хочет высвободить ее в силе. Иисус сделал все это доступным для вас. Вы имеете доступ к великой славе, которая есть у Отца. У вас есть доступ к присутствию Отца, Его величия, Его славы. И знаете, что Он даст вам? Величие Божие. Когда вы ощутите великую и могущественную славу, то вы ощутите трепет. О, как силен, как славен, как удивителен Бог. Это начинает менять вас изнутри. И вы начинаете жить в полноте того, что Иисус Христос сделал для вас и за вас. И поэтому я хочу помолиться лично за вас. Не имеет значения, где вы. Это благословение великой славы дается вам. Вы ощутите Его славу. Будьте готовы. Отче, Отче Небесный, мы благодарим Тебя. Ты так велик. Ты есть величие. Мы благодарим Тебя за драгоценное имя Иисуса. Теперь мы можем приходить в Твою великую славу. О, Господи, спасибо Тебе за славу, которая наполняет наши дома, наши жизни. Пусть она будет видна в наших жизнях. Пусть Твое величие будет с нами. Отче, мы благодарим Тебя за то, что мы можем пребывать в Твоей великой славе. Я провозглашаю власть над всякой болезнью и немощью и раком. Вы здоровы во имя Иисуса. Вы сотворены для процветания рядом с Господом. Вы имеете доступ к великой славе. Вы будете процветать. А всякая болезнь и немощь должны уйти во имя Иисуса. Я молюсь за тех, кто устал, кто измучен. Вы были первыми. Я ощущаю помазание. Я молюсь за то, чтобы Его великая слава дала вам новых сил, обновила вас и поправила вас. Поправить, как говорит 102-й Псалон, это значит заточить ваш меч. Он заточит ваше острие. Новый уровень для вас. Все поднимается на этот новый уровень. В великой славе Его пребывания и в Его помазании. Это новый уровень для каждого из вас. Спасибо за активацию семикратного потока, наш драгоценный Небесный Отец. Пусть реки Твои текут во имя Господа нашего Иисуса. Пусть новое измерение открывается для тех, кто верует в Тебя и кому открыты Твои тайны, а Ты приготовил их для нас, для Твоих детей. Аминь. Аллилуйя. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Кевин Задай. Недавно я пережил пятичасовую личную встречу с Иисусом. Присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске передачи, в котором я расскажу о том, насколько важно самим слышать голос Божий в последнее время. Это крайне важно. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 2 тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» — Сидорота. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. АСН онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на АСН. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.